Приветствую вас и, к сожалению, мужчина проецирует образ своей бывшей женщины на вас. Он этого не осознает, но он это делает. И свидетельствует это о том, что он свои отношения предыдущие не закончил, не завершил доброго голоса образом, и они до сих пор на него влияют. Вполне возможно, что он не с вами начал встречаться только потому, что вы отчасти напоминаете ему его жену, и он пытается из вас сделать вторую такую же жену. Потому что то, что она ушла к другому для мужчины, это унижение, это удар по самолюбию, по гордости, и он пытается таким образом восполнить то, что он потерял. По сути, его реакцией является реакцией замещения, которая, соответственно, является формой фрустрации, особенным типом поведения, которое обуславливается невозможностью получить то, чего мы хотим. И пока мужчина сам этого осознать не будет, а он, скорее всего, этого не осознает, потому что его все устраивает в вас, в ваших отношениях с вами, он ничего менять не будет. Что делать с вами и как ко всему этому относиться? Ну, во-первых, откровенно говоря, поведение мужчины для вас оскорбительно. То, что он ваш удар вообще неприемлемый, после этого вам нужно, по-корошему, от него уходить и говорить, что вы не собираетесь жить с человеком, который поднимает руку на женщину из-за бывшей жены. Почему вы этого не сделали, мне непонятно, так же, как и непонятно, почему вы терпите подобное его поведение и подобное его отношение к себе. Полагаю, что вы зависимы от него, вы чувствуете себя от него, зависимы, возможно, возможно, все дело в ребенке, но если вы думаете, что ребенку идет на пользу то, что, например, его отец ударил его маму, то вы ошибаетесь. А если вы считаете, что без этого мужчины вы не проживете, то вы тоже ошибаетесь. Понимаете, мужчина, который ударил свою женщину, который ударил мать своего ребенка, это мужчина, который, как минимум, себя не уважает. А раз мужчина не уважает себя, то значит, мужчина не может уважать и другого человека, то есть, свою женщину. А раз мужчина не уважает свою женщину, значит, он не может уважать и любить своего ребенка. Понимаете, какая цепочка идет? И чтобы мужчина нашел уважать, чтобы мужчина извлек урок, нужно лишить его того, что он получает от вас. Для этого необходимо принять вектор на поведение обособления от него, ограждения от него, отстранения, отдаления. Вначале это отдаление может быть психологическим, то есть, вы меньше с ним общаетесь, меньше для него делаете что-то, не вступаете с ним в интимные отношения и так далее, и так далее. Если он ничего не меняет в своем поведении в ответ на ваш такой вот образ жизни, то вы предлагаете ему пожить раздельно, просто потому, что такое поведение объективно неприемлемо для вас, вас это оскорбляет и принижает, кстати, женщину. Соответственно, если мужчина обещает вам, что все исправит, или начинает осознавать свою ошибку, то вы даете ему шанс и какое-то время с ними живете. Смотрите, делает ли он то, что обещал или нет. Если не делает, то вы уже тогда целеустремленно, невзирая на его обещания, уходите и начинаете жить от него отдельно. Если мужчина вами дорожит, если он действительно вас любит, он сделает свои необходимые выводы и изменится, и перестанет видеть вас в свою вторую бывшую жену, по сути дела. То есть он завершит отношения с бывшей женой и, наконец-то, уже вступит с вами в полноценные нормальные отношения. Основная проблема здесь в том, что заставляет вас терпеть подобное поведение, что заставляет вас терпеть насилие над собой, то, что он вас ударил, и что удерживает вас от того, чтобы от него уйти. Что удерживает вас от того, чтобы начать линию поведения по отдалению и ограждению себя от него. По сути дела, вам нужно на первое место выставить свои интересы и интересы от своего ребенка, которые, кроме вас, никто не защитит. Ибо мужчины это не очень интересно и его не очень волнует. А если говорить о интересах, то это, в первую очередь, личные границы. То есть границы, то есть такая область, такое пространство психологическое и материальное, куда не было бы доступа, например, вашему мужчине, где были бы хозяйкой только вы. И мужчина, если он любит вас, он будет это пространство уважать. Если нет, то это опять-таки намек на то, чтобы вам уходить. То есть если есть какие-то блоки к тому, чтобы вы учли, если есть какие-то блоки к тому, чтобы вы ввели такое вот ярко выраженное поведение, направленное на защиту ваших интересов ребенка, то вот с этими блоками нужно работать, потому что это зависимо, к зависимости нужно избавляться. Вполне возможно, что мужчина именно чувствует, что вы от него зависите. Может быть, даже через ребенка он чувствует это, что вот вы породили ребенка и все, вы к нему привязаны, вы никуда не денетесь. Ага, в принципе, это вот ключевой момент. И еще немаловажная деталь заключается в том, что мужчина ведь через свою жену, бывшую жену, пытается получить что-то, что ему нужно. И что-то, что вы ему, скорее всего, не даете. Как вариант, но это вариант уже, наверное, последующий. То есть после того, как вы все это делаете, при условии, что мужчина образумится и начнет осознавать неправильность своего поведения, вам можно понять, подумать о чем мужчина получает от своей бывшей жены, почему он к ней до сих пор тянется, и постараться дать ему это. Но ненавязчиво, не ярко выражено, так немножко, как бы, так знаете, естественно, нежно, чтобы у мужчины не было личных стимулов для того, чтобы тянуться к своей бывшей жене и стараться подогнать вас под образ и подобие ее. Но это уже как бы вторично. А трофично вот все-таки такой момент. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.